приветствую вас на очередном уроке нашем тренинг-центре в этом уроке мы оформим наш youtube канал перешли на страничку нашего канала выбрали мой канал нажимаем на кнопку настроить вид канала и видим не оформленный наш пока серый канал мы оформим красивую шапку для канала загрузим вашу аватарку сделаем описание вашего канала разместим ссылки на ваши социальные сети создадим плейлисты и сделаем стартовое видео будет вот такой вот достаточно длинный ролик я буду его показывать на двух каналах пожалуйста используйте режим паузы для того чтобы выполнять то о чем я говорю начнем с аватарки но я забыл что мой тестовый профиль в этом в этом тренинге называется не игр черноусов а игорь вивастаров поэтому я сейчас изменю в начале имя своего канала это тоже можно делать но этим не стоит злоупотреблять и так как поменять имя моего канала нажимаю правом верхнем уголке нажимаю на шестеренку и щелкаю изменить в google здесь у меня написано игр черноусов я пишу игорь вивастаров нажимаю кнопочку ok нажимаю изменить имя имя изменилось возвращаюсь на youtube открываю снова мой канал можно сделать для него закладочку для удобства нажимаю на звездочку если вы работаете в браузере возила как я и выбираю панель закладок ok вот у меня появилась ссылочка на мой youtube канал название я его изменил меняем аватарку для вашего канала аватарка на youtube канале работает точно так же как аватарка вашего профиля в социальной сети все ваши комментарии будут идти с такой аватаркой нажимаю на значок с изображением ручки подтверждаю что хочу поменять щелкаю загрузить фото и берут ту же самую фотографию которую я использовал для оформления своего профиля кадрирую ее нажимаю на кнопку готова аватарка моя изменилась опять же возвращаясь на свой youtube канал а сейчас пожалуйста нажмите на кнопочку пауза в плеере ролика и загрузите свою аватарку к аватарка канала загружена занимаемся оформлением шапки шапка загружается почти аналогично аватарки наводим на шапку и щелкаем на значок ручки выбираем изменение оформления канала откуда вы можете загрузить свою есть несколько вариантов первый вариант это самый простой выбрать галерея и подобрать какую-то из стандартных шапок который предлагает вам youtube это самый простой вариант вариант номер два это загрузить фотографию вам требуется фотография большого размера размера 2500 на 1400 пикселов где можно найти эту фотографию самый простой способ это вернуться в поисковую систему яндекс строке поиска написать фон для youtube канала шапка можете так уточнить или даже сразу написать видите за вопрос шапка канала 2 с указанием размера перейти на закладку картинка ну например к стильная картинка со стеной щелкаем правой кнопочкой сохраняем эту картинку себе на диск вашего компьютера например папку загрузки нажимаем на кнопочку выбрать файлы на компьютере идем в эту папку и вот моя стена и тут показывает как наша шапка будет выглядеть на разных устройствах на компьютере на телефоне на телевизоре если вас все устраивает нажимайте на кнопочку выбрать нажать и на кнопочку кадрировать позволит вам выбрать нужную часть вашей картинке но в моем случае это не имеет никакого смысла я нажимаю на кнопку выбрать и вот сейчас загружается вот такая шапка моего youtube канала конечно шапка без каких-то надписей это не очень красивый вариант шапка канала должна иметь четкое позиционирование кто вы и что на вашем youtube канале могут получить люди могу привести пример шапки моего канала которую я делал достаточно давно здесь позиционирование то я и что я даю на этом канале шапка делалось очень давно но в принципе даже сейчас она смотрится достаточно актуально как такую шапку вы можете создать если вы не являетесь дизайнером закрытой части нашего тренинг-центра я подробно рассказал о замечательном сервисе который называется канва сервис предназначен для того чтобы создавать дизайны для социальных сетей в том числе есть возможность создать дизайн и для youtube создавать значки для youtube и создать шапку для youtube если вы не умеете пользоваться конвой либо вообще не хотите заниматься какими-то дизайнерскими работами вы можете эту шапку заказать лучше всего это сделать на сервисе кворк я размещу ссылку на этот сервис напишите в поиске кворка шапка для youtube и за 500 рублей вам сотворят просто невозможно сделают шикарную шапку для youtube канала причем этот сервис позволит оплатить работу исполнителя только в том случае если полностью будет выполнена ваша т.з. вы можете посмотреть какие шапки делает этот исполнитель вот посмотреть на его работы полистать если вас эти шапки впечатлят заказывайте либо ищите другого исполнителя вот такие шапки делает этот этот исполнитель а сейчас ставим видео на паузу загружаем шапку для своего youtube канала вот такая обложечка сделано в канве единственное что она не очень хорошо бьется с моей аватаркой то есть нет совпадений с цветов вот здесь бы было бы очень неплохо чтобы аватарка была на белом фоне либо вообще без фона пожалуйста за этим следите и если по каким-то причинам ваша обложка не загружается обращайте внимание на те сообщения которые выдает вам youtube данная обложка я сделал в канве потратил на это ну буквально несколько минут следующий шаг мы переходим к разделу о канале выбираем раздела канале и нажимаем на кнопочку описание канала вот здесь необходимо написать к чём ваш канал какие ролики вы будете на этом канале располагать что здесь писать вообще-то это не просто текст и вы его пишите даже не столько для себя а сколько для людей которые будут заходить на ваш канал и в первую очередь для роботов ютуба для того чтобы ваш канал индексировался чтобы ваш канал появлялся в поисковой выдаче того же самого ютуба по нужным вам ключевым словам о подборе ключевых слов что это такое где мы их будем искать более подробно поговорим в закрытой части нашего тренинг-центра сейчас могу сказать следующее вы должны в качестве своих ключевых слов использовать название вашего канала моем случае игорь вивастаров это должно появляться вот здесь и конечно название вашей ниши который вы планируете продвигаться очень неплохо если вы возьмете информацию со своего продающего поста можете взять ее немножко обработать и разместите в качестве описание вашего канала для того чтобы выдерживалась то о чем я уже говорил продвижение вас как специалиста это ваш фирменный стиль я не буду сейчас пока тут ничего менять но описание канала должно быть нажимаю на кнопочку готова далее для того чтобы люди могли с вами связаться можете оставить свою электронную почту при условии если ваша почта не является мусоркой который вы вообще не разбираете жмем на электронную почту поле вводим адрес своей электронной почты я введу свою 9 варена собака mail.ru и нажму на кнопочку готова эту почту вы оставили для связи с вами выбираем страна проживание я выбираю россия теперь ставим на паузу оформляем описание вашего канала и так описание канала сделали и сохранили всегда можно зайти на страничку о канале нажать на ручку и изменить это описание когда вы определитесь с вашими ключевыми словами пропишите их настройки вашего канала это называется внутренняя оптимизация канала в этом курсе я не буду пока об этом говорить и найденные ключевые слова подобранные ключевые слова вы их внесите пожалуйста в описании канала а теперь переходим к следующему шагу размещения ссылок я хочу чтобы в шапке моего канала вот здесь правом углу отображались нужные мне ссылки нажимаю на ссылки указываю сколько я хочу размещать ссылок принципе мне хватит двух или трех ссылок больше не надо ссылка на мой сайт и на социальные сети которыми я наиболее активно пользуюсь вот нажимаю на кнопку добавить пишу название вашего напишу название ссылки напишу тренинг центр в поле url копирую ссылку на наш тренинг центр вот эту ссылку на наш одностраничный сайт я беру и копирую и целиком и размещаю вот здесь строке url нажимаю на кнопку добавить и например пишу vk и размещаю ссылку на свой правиль профиль вконтакте но на вива старого игоря вот так какую еще ссылку я могу добавить если активно пользуетесь фейсбуком instagram одноклассниками нажимайте на кнопочку добавить и размещайте но в идеале разместите ссылку на свои на свой сайт визитку напишите вместо vk моя визитка и сделайте одну ссылку которая заменит все ваши ссылки ссылку на свою сайт визитку инструменты сайт визитка нажимаем на копировать урлы можете посмотреть на свою визитку вот так она у нас выглядит и вот эту ссылку мы размещаем наш youtube канал визитка в этом случае ссылку на контакт можно не размещать нажмите на изображение корзиночки и ссылка будет удалена все вот разместил две ссылки одну на тренинг-центр наиболее важное для меня и на сайт визитка нажимаю на кнопочку готова обратите внимание как изменились как изменилась ваша шапка канала значит первая ссылка самая первая ссылка почему я здесь написал именно длинно тренинг-центр ее название отображается полностью все что вы напишите все следующие ссылки их название вы пишете больше для себя youtube будет отображать только значки которые он берет по этим ссылкам возьмет значок контакта возьмет значок инстаграма и так далее если вы размещаете ссылки на эти странички моем случае он просто взял ссылку на сервис век роста вот такая вот галочка восклицательная и так что мы с вами сделали мы загрузили аватарку загрузили шапку и разместили ссылки для связи с вами на этом оформление канала не закончена поэтому ставим на паузу и выполняем все действия которые я только что вам показал